Так я поставил сковороду на огонь. И сейчас я буду готовить блинчики. А блинчики это не простые блинчики. Это не домашние блинчики. Это покупные блинчики. И это блинчики с мясом. 38,50 или сколько они там. Тайо. Я сейчас расскажу как это вкусно приготовить. Вот такая красота продается в этом. А скажите, ты же не купил кольцо с бутылянутой? Так. Не, не поверю. Купил. Ничего я не купил. Мася, ну не надо врать мне. Так. Вот мы поставили на максимальный огонь электроплиту. Пусть она разогревается. Но дело в том, что это блинчики такие, которые как бы готовые или как бы не готовые? Готовые. Как? Ты хочешь сказать, что если микроволновки разогреть, то они будут съедобные? Нифига. По-французски блинчики съедобные. Да нет. Тут все сипа вопрички. Ну, я все равно. Что все хозяйки делают дома на ночь? Ну, мы только кроме моей. Так. Лена, ну ты что? Это все снимается. Так. Мы выливаем масло. Выливаем, наливаем. Чуть-чуть маслица растительного на сковороду. Так, чтобы оно его вот так покрыло. И на большом огне сейчас немножко разогреваем. Это не мясо. Нету, я все съел уже. Ты не можешь. Это есть. Так. Ну, подождем пару минуточек, пока оно у нас нагреется. В каком случае? Специфика приготовления... Жена глава говорит. ...блинов на сковороде, на электроплите тем, что блин, он медленно остывает. То есть мы сковородку на большом огне раскалили и сразу уменьшаем, ставим на медленный огонь. И выкладываем блинчики. На электроплите... Ой, на газовой плите легко, потому что там этот огонь приглушил и сразу тише. А тут так не получится. Поэтому мы вот так выкладываем. Прикинем, у нас не влазят блинчики. И все это... Как съесть? Ну... Бочком подвинем. Бочком, рачком? Ага. Куда его рачком? Куда? Купа. Ведем. Ну, куда? Ну, типа так. Вот так мы положили и сразу накрыли крышечкой. И туда можно не заглядывать пять минут. Ну, если на этой газовой плите вы тогда минуты три сначала обжарите две минутки на большом огне, а потом... Рассказываешь, какой-то интересный. Мне интереснее. О, где есть? А порно-съемки? Лена, какие порно-съемки? Так. И надо перевернуть их. Видите, мы уже немножко и обжарили. Ну, потому что то, что я и говорил, что блины, они остывают не так быстро. Ну, сейчас у нас они уже на маленьком огне. И под крышечкой. Ну, тоже минутки на три-четыре. Так. Ну, прошло три минуты, и мы заглядываем под крышечкой. Мы перернули на вторую сторону на маленьком огне. И видите, вот сейчас на маленьком огне она у нас и подгорает. Свет включил, потому что я ни хрена не вижу. Да, Лена, ну зачем? Ну, пожалуйста. Серьезно? Так. И что мы сейчас делаем? А сейчас мы делаем ход конем. Потому что они сами по себе жирненькие. А мы их немножко обработаем. Я... Что это жирное, а пресное? Лена, тише. Ну... Так. Я снова ставлю на максимальный огонь. Я нарезал вот такие кусочки сыра российского. И что я сейчас делаю? Я беру блинчик. Один. Разрезаю его вот так. Вот так поперек. И сюда вложу кусочек сыра. Вот так, видно? Беру немножко тимьянчика свежего с огорода. Буквально капельку. Вот так, видите? На сыр. Накрываю. И отправляю назад на сковороду. И эту процедуру мы повторяем со всеми... Ах! Они горяченькие. Блинчиками. Потому что нам надо на кусок сыра, чуть-чуть тимьянчика и накрыли. И на сковороду. Ну, вы поняли суть. Так, ну вот. Я все, видите, подобавлял сыр. Маса такой красивый. Я так тебя люблю. Лена, не надо этот... Такой красивый. Жена выпившая. Я сейчас это... Так, что такое красивый. И добавляем мы сюда чуть-чуть, буквально капельку сухого вина на большую огонь. Капельку для запаха, аромата на испалицей. Уберет лишний жир, чтобы она по поверхности растекла. Мам, не потрячь. И накрываем это все крышечкой. Напомню, что сейчас у нас остался огонь большой. А сосиски едят? Сосиски я потом приготовлю. Ну, кушайся. И какое... Ну, это нет. Что? Это не занимает ничего. Это не... Пробовали пиво? Самое вкусное, я тебе скажу. И цветом та, но самое вкусное. Да, ну и какие... Лентарь, самый вкусный. Какие блинчики без этого? Без пива. Особенно летом на даче, когда жарко. Это мой большой бокал. Это один еще бокал жены. У нас вообще основной, конечно, у нас будут колбаски. Этот... Ну, колбаски я вам сегодня не покажу и не расскажу. Они типа готовые, но они пойдут после блинчиков. Что я... А что я им буду показывать? Так, все, блинчики у нас... Вот видите, уже... Нам не надо, чтобы оно расплавилось, но хоть... Хотя бы хоть чуть-чуть у нас этот... И все, теперь мы их выкладываем на сковороду. Будет на сковороду, на... На тарелочку, в которой мы будем... Вот блинчики готовы. Тебе сколько? Ну, хотя бы... Вот такой блинчик. Чертный? Не, не черный. Это один, только два центральных. И нам надо взять немножко кетчупа. Капельку буквально... Для красоты, для изящества. Вот так буквально... Ну, зачем мне хочу? Где? Это твоя тарелка, она. Вот. И с пивасиком. Так, а... А я тут... Колбасы. Скажи, не покажешь. Так я не рассказываю. Давай, пивасик и попробуй. Горячие. Конечно, горячие. Надо, чтобы они немножко остыли. А в это время я проведу фотосызь. Ну, можно, конечно, было и сметанкой, кто как любит. Но я буквально так, видите, сбрызнул шашлычным кетчупом. И напомню, что это блинчики с мясом, дешевые. А внутри у нас заплавленный сыр с тимьянчиком. На запах. Ну, пахнет с продуктами. А на вкус. Не пожалейте, порежьте кусок даже простого какого-нибудь дешевого звенегирского сыра. Или российского. И засуньте внутрь блинчик. Намного вкуснее, чем без этого. Это не сосиски, это колбаски. Колбаски. Да хватит снимать уже, Лев. Хорошо. Продолжение следует...